на канал экзегет поступил вопрос трудно противостоять страсти правда ли что в момент совершения греха сам дьявол поселяется в человеке им руководит но все это когда мы разбираем духовную жизнь и хотим разобрать с православных позиций все-таки неплохо найти более-менее соответствующие мысли у святых отцов по данному праву поводу конечно у духовных авторов есть такой тезис что страсти судь демона да и что если только ты победил себе какую-либо страсть демона стоящих за ней то ты можешь слить другого то есть победил себе чревоугодие можешь человека научить выдержание но все-таки прямого прямого утверждения что сам дьявол поселяется в человеке но это движение сделать трудно потому что все-таки здесь чтобы ответить на этот вопрос можно ну во первых рассмотреть если так можно сказать степени одержимости да как я с одним духовником общался и он говорит что иногда люди не понимают все-таки как каких-то аспект духовной жизни потому что момент воздействия падшего духа на человека воспринимается сквозь призму популярных фильмов да где что-то в вселяется в человек он кричит там не своим голосом и такие дикие поступки но если определенной степени которую можно назвать диффузии вот если вы например видели фильм аватар там есть картинка где это показано что два мозга то есть сказать главный герой подключается компьютер и два мозга наслаиваться друг на друга да и это происходит диффузии то есть человек во время фиктивной вспышки например гнева он действительно становится открытым для воздействия национального мира поэтому святые отцы как раз и называли что гнев это та страсть которая чека делать наиболее похоже на динам 6 чек в состоянии гнева он у него страшный вид там раздувает ноздри он кричит у него сверкает глаза но но это не он играет те слова которые ему не принадлежат но все-таки чтобы демон слился человека нужно гораздо больше чем просто прогневаться нужно каким-то очень фундаментальным образом развивать свои отношения с божественной благодатью совершить так называемый смертный грех идти в этом направлении какое-то время до либо я узнал миссионер который записал даже видео с к нему пришел один мальчик который вот набил себе на тело три шестерки на на живот и не начались после этого рычание не своим голосом но причем они себя не проявляли но он уже это стало появляться когда он стал молиться и ходить храм но есть все таки разные стадии до контакты человека с миром падших духов конечно они влияют на человек но и много зависит от самого человека и здесь надо быть очень аккуратно аккуратно чтобы не впасть в такой какой-то нездоровый мистицизм который бывает некоторых таких около христианских сектах да где все воспринимается с позиции дьявола конечно стивен кинг это не наш писатель да это я не рекомендую читать но просто так сложилось что когда был маленький еще не был христианам доводилось почитывать стивена кинга и посматривать да и там у него был такой фильм не помню кажется карина про одну девочку которые были паранормальные способности и мама постоянно постулировал что в тебя сиделся дьявол и ездить на семье где вот какие-то поведение ребенка конечно нам будет аномальным агрессивным она бывает разным но это не всегда делался человека да но если родители находятся в таком какому-то нехорошим в плане христианской мистицизме около таком сектантское направление то все шалости ребенка не приписывать дьяволу что конечно не способствует потом ну какому-то здоровому развитию ребенка и в предании сохранилась даже такой эпизод что когда не монах захотел в пост поесть яйца на который устал не разрешал нас прям за печку и стал на свечке коптить это яйцо и когда настоятель зашел бы что же каянный ты делаешь да простил отец святой искать без попутал но без поразился ты наглости заключал что не слушай его как бы я сам до такого не мог додуматься да и действительно люди иногда сваливают на мир падших духов то что исходит от них да кстати одному человеку перед революции даже было такое некое откровение что когда он шел он увидел деревья ну ведь то есть деревья были реальными но на них сидели в таких остроконечных колпачках как бы шутовских ваши духи болтали ножками и когда он спросил а почему вот эти ножки так нам нечего делать люди все за нас сами делают да и поэтому когда люди отдаются страсти гнева и ненависти конечно это может быть инициировал паши духом но они уже сами запустили тот разрушительный процесс поэтому можно сказать что не всегда происходит так но даже если так и происходит это не повод для отчаяния и если человек даже вот бывают такие ситуации что человек после оккультной инициации но суть оккультной инициации стоит в близком общении человека с миром паши духа даже если он испытывает это открытое на него воздействие даже в этом случае если он не знаю старается прикладываться к святыням но и его и духовно же не ограничить только получится да если он активно развивается в сторону такого какого-то ну христианского направления старается понуждать себя любить людей старается преодолевать гнев то есть старается он придать те предпосылки на основании которых он вступает в общение с миром паши духа то что главная предпосылка это какое-то состояние аффекта ну как правило это нередко это дошедшие до крайних пределов злости или ненависть да то есть чеки есть какая-то страсть через которую в него входит вот эта некая сила если человек не даже не столько борется с этой страстью напрямую сколько он развивается в каким-то положительным направлениях не только учиться молиться вообще в целом учиться общаться с людьми до общества учиться вести себя по-человечески и в нем вот эта страсть через который в него это зло заходит она начинает уменьшаться то постепенно с помощью и то есть он освобождается от этого влияния внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а